Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс. Начинает свою программу. Сегодня у нас конец рабочей недели, пятница, и время в Чикаго 8.30 утра, время в Москве 16.30 и на проводе интернетовском у нас экстрасенс, целительница, парапсихолог и медиум Елена Порецкая, Россия. Елена, здравствуйте. Привет, Майкл, привет, Чикаго. Да, рад вас приветствовать у нас в эфире, это уже стало доброй традицией. Парапсихологи, медиумы, гадалки, это отдельная категория людей, которая знает то, чего не знают обычные люди, ну и это всего лишь информация, и, как принято говорить, радиостанция и руководство не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире, и более того, они не всегда согласны с этим мнением, но, тем не менее, информация, она поступает, информация анализируется, кому-то она нравится, кому-то она не нравится, и это вы все можете увидеть на тройное wsungatesradio.com, sungatesradio.com, на ютюбе, на фейсбуке, и скайп, по которому вы можете задать свои вопросы в эфире, после эфира, это sungates108 на фейсбуке, как пишется, те, кто не знает английского языка, могут увидеть и запросить, так сказать, свой контакт, и мы, естественно, будем общаться. Ну, а давайте сегодня мы приступим к нашей теме, тема очень, так сказать, востребованная, поскольку сегодня весь мир находится в этой теме, это тема денег, но только денег не как их заработать, а вот заработать их не, ну, если можно так сказать, не своим кровным потом и кровью, не своим таким трудом, а вот найденные деньги, или выигранные деньги. Существует в ведических текстах, существует такая вещь, которая называется кармические деньги, то есть каждому по судьбе определенно, любому человеку по судьбе определена определенная сумма, которую он может заработать в течение жизни. Астрологи, там, не знаю, ведические консультанции, они в этом деле разбираются, они примерно знают, сколько человек может заработать. И вот человек случайно выигрывает, такое бывает, и пробои бывают, и наверху бывают какие-то там всякие фокусы. Короче говоря, человек выигрывает в лотерею или на дне Карибского моря находит клад или где-то в тайнике. Вот он находит этот клад и, соответственным образом, у него появляется совершенно непонятно каким образом большая сумма денег. Ну, многие, наверное, смотрели фильм, такой сериал «Лост», где человек выиграл там деньги, и потом у него начали всякие падать какие-то на него на голову, сыпаться несчастья, дом сгорел, что-то там мама там у него там ногу сломала. В общем, какие-то сплошные несчастья, чего не было. А вроде бы как он выиграл, и вроде бы он такой счастливчик. Лена, ну, давайте мы тогда, вот эта вот тема у нас есть, давайте мы по ней будем проходить. А что действительно вот такие некровным образом заработанные деньги несут в себе какой-то негатив? В принципе, да. Ведь деньги – это денежный обмен между людьми, соответственно, это как бы эквивалент энергии на сегодняшний момент. То есть, если раньше это была крупа, гречка, там продукты питания, одежда, можно было как-то обмениваться, то сейчас люди все это делают на деньгах. И деньги имеют положительную энергетику, имеют нейтральную энергетику, допустим, да, если вы берете их из банка, то есть энергетика денег обнулена, ну, как бы очищена. Вот. И также бывают грязные деньги, то есть, в которые заложена негативная энергия от того, кто ими пользовался, чем они заработаны там. Ну, то же самое, кстати, касается и драгоценностей, да. Недаром говорят, что камни несут определенную судьбу, да. Если взять аналогию в фильме «Остаться в живых лост», то человек там выиграл сумму денег, человек, который, по сути, не склонен был к бизнесу, не склонен был к определенным, ну, тратам такого большого масштаба, и когда ему на голову скинулась эта сумма, тем более там определенные цифры были, да, как бы, ну, фильм, мы помним, то, соответственно, он просто неграмотно этими деньгами распорядился. Тем более об этом объявили, элемент зависти пошел, и у него получился удар, да, как бы, по близким. Ну, и, по сути, эти деньги не принесли ему счастья. Все это потому, что у человека в сознании не было такой суммы денег, она случайно ему пришла. Не секрет, что очень многие, выигрывая в лотерею, очень, ну, половина, наверное, 50% людей неграмотно распоряжаются с этими деньгами, то есть, потому что до этого человек не обладал такой суммой, и, естественно, он может пуститься во все тяжкие, то, что у него там в голове есть. Поэтому здесь нужно очень осторожно подходить к любой сумме денег, даже если вы нашли деньги, там, вот, допустим, чемоданчик денег, да, то вы должны прежде всего подумать, брать ли его вообще, потому что этот чемоданчик потянет клубок проблем, смотря кто его забыл, кто его потерял, и, соответственно, если деньги криминального значения, то к вам, естественно, потянутся люди криминального круга, полиции и так далее, то есть, начнется другая размотка в минус вашей жизни, вот, ну, как так. Понятно. А скажите, тогда в таком случае те люди, которые работают, или не все, в конце концов, люди, которые выиграют в лотерее, или которые находят где-то деньги, я помню, шел по улице много там лет назад, летит рубль, вот, ну, я обрадовался, рубль летит, тогда рубль это был рубль, сегодня, не знаю, есть ли рубль вообще такое единицы измерения. Есть, есть. Есть, да, один рубль есть, да? На него ничего не купишь. Понятно. А тогда еще можно было. Вот, сто коробков спичек. Так вот, все ли те люди, которые выигрывают деньги в лотерею, или находят, ну, вклад, ну, бывает всякое, они получают негативную энергию? Нет, не все, потому что, если человек, допустим, нуждается в этой сумме, вот, он задумал, и ему пришла эта сумма через лотерею, или он нашел клад, и эта сумма у него степень необходимости, а не корысти, да, вот, то, соответственно, он эту сумму обязательно потратит грамотно. То есть, ну, эти деньги пришли, и он их потратил. Здесь идет сцепка с внутренним миром человека. Если человек, по сути, корыстен, допустим, да, и прежде всего рассматривает эти деньги как наживы, наверное, то тогда тут могут эти деньги принести негатив, да. Если насчет клада, допустим, бывает, что в клад заложена определенная энергетическая подоплека, то есть, несмотря кто зарыл, да, если, ну, во-первых, в старых домах клада истерегут домовые, то есть, если вы такой дом купили, вот, как в России был случай, что человек купил дом в деревне, и случайно нашли схрон между двумя стенами, когда ремонт делали, ну, и по глупости разнесли по деревне, по деревне, соответственно, ну, тут же приехала якобы полиция, ну, родственники устроили некоторые такое, ну, в деревне там же все, как бы друг друга знают, а эти люди с Москвы там вроде купили. У них якобы изъяли эти ценности, а потом кто-то из соседей там построил, стал строить дом. Оказалось, это родственники этих полиции, полицейских. То есть, этот клад, по сути, ну, притянул им вот такую ситуацию. Ну, если бы они смолчали, допустим, да, и в каком-то антикварном месте оценили бы все эти вот вещи, там, или себе оставили как память, там, ну, как коллекция, допустим, то, может быть, это им бы принесло больше удовлетворения. Но этот схрон был без негатива, это просто человек на черный день сложил, и вот таким образом через несколько, там, десятков лет это вдруг вылезло, да. Вот, если же это краденые, ну, сами знаете, как пираты вот раньше делали, ну, и карибского, и всякого, то деньги, и золото, и украшения, ну, деньги там были золотые раньше, да, и серебряные, то все эти купюр не было, все эти металлические предметы, да, вот в плане золотые, они все имели определенную логику крови, то есть, эти деньги были пропитаны кровью людей, которых убили. И за каждым предметом обычно стояла душа того или иного убитого человека. И вот здесь очень опасны такие предметы, когда находишь, желательно, вот, действительно, это все не носить, потому что у кого-то это с пальца срезали, у кого-то с ушей, у кого-то, ну, сами понимаете, отовсюду, да, и эти предметы драгоценности, они могут принести такую же проблему новому владельцу и его семье. Поэтому лучше их сдать, наверное, но все равно, так как в них эта энергетика заложена, все равно эти предметы будут приносить такой негативный потек с новым владельцем. Ну, как бы очистить их достаточно будет сложно, потому что завязка произошла с жертвой, кровью, кровью была пропитана металл, да, и, соответственно, уже это вообще лучше в переплавку отдавать такие вещи, чтобы это просто в слиток ушло, чтобы информация стерлась, потому что на том же кольце, который, допустим, срезали с пальцем, будет след, ну, энергетический вот этой ситуации, и параллельно она будет цеплять других новых людей, как бы кольцо будет требовать новых жертв. Вы знаете, есть в традициях, ну, скажем, индийских, не только индийских, и у фараонов, вот когда хоронят каких-то высокопоставленных таких людей, то закладывают туда богатство, считается, что он и там, когда он идет в другой мир, он и там будет уже богатый, и там кладутся. И вот понятно, что есть много экспедиций людей, которые ищут вот такие вот вещи, и после этого они там и могилы разрывают, и так далее, и так далее. Кстати, немцы, они когда во время войны в концлагерях, они же так и делали, в общем-то, они людей, да, забирали, эти драгоценности, зубы в том числе. Ну, понятно, что это, наверное, вызовет после этого какую-то серьезную реакцию, и есть такие вещи, когда там и алмазы, которые там где-то украли кто-то, расхитители вот этих гробниц, они после этого все люди умирали, и более того, и родственники, да, своих умирали. И это дело именно в этом, да, о том, что негативная энергия как раз там уже заложена, да. Да, присутствует такое понятие «проклятие фараонов», я бы назвала его, да, если проследить историю археологии, то все, кто вскрывал гробницы, они потом умирали, кто как. И, по сути, это не принесло особого счастья, потому что, ну, это золото мертвых уже, да, и вообще закладка вот этого вот драгоценностей и того, что было фараон там или кому-то при жизни важно, это делалось на следующую реинкарнацию на самом деле. Потому что человек, допустим, какого он сословия был, он потом рождался точно в такой же среде, обеспеченном, то есть у него была заложена как бы закладка в пирамиду, и, ну, как каста, да, определенная, и, по сути, люди вот в Египте в том же потом уже перерождались по кастово, ну, то есть не каждый, допустим, если человек бедняк, он не мог родиться фараоном, потому что не было вот этой закладки, которая была обязательным приложением, ну, при уходе человека в иной мир. Вот. Процесс тот же самый, ну, как бы, да, если люди ворвались там в гробницу или в славянское погребение какое-то, и есть у них корысть, то есть завладеть вот этим не ради там того, что это искусство, красиво, да, там, чтобы показать народу, ну, как бы, да, чтобы действительно вот как было, да, раньше, а именно ради того, чтобы продать, заработать на этом деньги, то есть такой меркантильный подход, то вот эти все люди, кто с таким подходом, у них начинались проблемы, то есть и все вот эти вот клады, которые такие люди находят, они потом, их же бьют энергетически, и человек, как бы, получает негативный заряд энергии от этого клада, даже если он изначально заложен, ну, как вам сказать, положительно, да, как бы ради этого фараона там или кого-то, вот. А если посмотреть на сами предметы, то, ну, тоже я бы не советовала, допустим, их держать в доме, ну, представьте, там в гробнице было, да, ну, это как наше кладбище, и вдруг, допустим, содержать там, держать в доме какую-то вещь, которая была из гробницы, все равно это будет некроманская энергия, которая будет тянуть в землю, да, и могут случиться какие-то проблемы в родовом круге у людей, соответственно, да, то есть это лучше этого не делать. Потом еще один факт есть, вот я заметила, то, что сейчас вот эти египетские сокровища все так обнародованы, на самом деле, те, кто даже приходит смотреть эти вещи, да, конечно, нам интересно, но все равно в какой-то момент времени каждый может подцепить частичку негатива, который вот принесли те, кто вытащили все эти вещи на поверхность, ведь они не были предназначены для широкого круга, понимаете, и, соответственно, они все равно несут эту энергию смерти для тех, кто на них даже смотрит, вот, здесь очень аккуратно надо рассматривать эти вещи в ровном состоянии, ни в коем случае не испытывая корысти, а что бы вы сделали, если бы нашли вот этот клад, то есть, наверное, немножко с уважением к тем людям, кто их прикопал в свое время, то есть тут нужно очень грамотно, энергетически самому на это смотреть тогда. Лена, скажите, ну, как пример просто, вот, допустим, последний царь, русский царь, допустим, романового семейства, ну, там, понятно, были какие-то фамильные драгоценности и так далее, которые сегодня стоят в музеях, не только, другие вещи, они стоят на всеобщем обозрении, но ведь не умер-то ведь царь, это вся семья была убита, значит, тут уже, как бы, тоже выставлять на всеобщее обозрение, исходя из этой логики, о которой мы сейчас с вами говорим, тоже бы не следовало быть. Не являются ли люди, которые, во-первых, у строителей это понятно, может быть, а как насчет люди, которые ходят и все это рассматривают? Ну, здесь еще играть может роль душа умершего или душа умерших, потому что здесь их не может быть желание, если, допустим, предположить, что эти люди, души, их ходят по земле, над землей, да, как бы, и здесь может быть их желание, чтобы эти предметы были выставлены, и чтобы, допустим, информация об их семье крутилась в обществе, чтобы вот такого больше не было, тут, как бы, может быть, другой подтекст от этих вещей идти, ну, по ним, да, можно считать информацию тоже, что в каждый момент времени там, ну, из семьи Романовых кто-то делал, да, ну, вообще, как бы, энергетика все равно будет тяжелой, потому что семья погибла страшно, и все это сразу поднимает, ну, как бы, куча каких-то тем таких вот, начиная с революции, да, где очень много было крови, и все равно ощущение, которое человек с выставки возьмет таких вещей, оно будет тянуть всю вот эту подоплеку грязи, которая, в принципе, была, ну, вокруг этой семьи со времен революции, пока их еще не убили, потом, когда убили, как с ними поступили вообще подло, да, там, и так далее. Понятно. Ну, то, что вы говорите, абсолютно логично в плане того, что, действительно, когда это на всеобщем обозрении, здесь энергетика того, что это произошло, потому что, ну, не все знают, люди, может быть, молодого поколения понятия не имеют, о чем вообще идет речь, как это все происходило, и так далее. Лена, вот такой простой бытовой вопрос. Человек купил где-то кольцо в каком-то, допустим, в магазине, и это кольцо в антикварном магазине, или, не знаю, брошку, или кулон, допустим, драгоценным камнем. И понятно, что это кто-то его сдал туда, и, опять же, никто не знает, как он вообще туда, эта вещь попала. Не получает ли человек, купив это, вот эту вещь драгоценную, какой-то негатив от своего, от предыдущего владельца этой вещи? Ну, вообще-то, может получить, если кольцо заряжено на негатив, если с владельцем что-то произошло, если владельцы или владельцы болели. Вообще, переход энергетики присутствует. Если человек продал вещь, нуждаясь в деньгах, вот, по сути, все это остается на этой вещи, и человек, купившись такое кольцо или украшение, он может попасть в ту же логику. Тем более, каждый человек покупает что-либо, допустим, по своему сознанию, по уровню своего сознания. То есть мы все равно берем какие-то кармические предметы, а не просто так вот пошли и взяли. Мы обязательно покупаем вещи, которые каким-то символом для нас являются или кармически с нами завязаны. Здесь человек либо может купить, если это, допустим, очень старое кольцо, либо человек может купить кольцо, которое связано с его прошлой даже реинкарнацией, да, тогда это нормально, да, но человек может получить какое-то воспоминание об этом и даже толчок, например, в своей жизни, потому что это кольцо будет плюсовым ключом, да. Но также человек может взять минусовое кольцо. Здесь двоякая ситуация, 50 на 50, здесь надо все-таки к специалисту обратиться, какую энергетику несет это кольцо, потому что очистить золотые предметы или украшения, ну, практически это невозможно, это надо переливать их, уничтожать. Вот, а если оно в такой форме человеку нравится и он купил, то тут надо прежде всего посмотреть, что в него заложено как энергетический потенциал, плюсовая энергия или минусовая. Ну, давайте мы перейдем тогда о драгоценности, что-то мне вот навеяло это. Допустим, человек умер, родственник умер, ну, родители, ну, понятно, что детям остается то, что они какие-то вещи носили даже. И магазины есть такие комиссионные там и всякие другие, куда сдают эти вещи, ну, понятно, что они принимаются на комиссию, потом они выставляются на продажу. И человек идет в этот магазин и покупает эти вещи. Такая же история, наверное, должна быть. То есть, эти вещи несут в себе какой-то, могут нести в себе какой-то негатив, и это опасно, наверное, да? Все то же самое работает, просто если, допустим, человек умер в своей смерти, он был счастлив там, и все было у него нормально, то и вещь будет спокойная. То есть, как бы, человек купит ее, и ему перейдет положительная логика того, что произошло с тем человеком. Если, допустим, все-таки человек плохо жил там, тяжело там, проблемы в семье были, конфликты, и, возможно, у него болезнь какая-то была, или он, извините, самоубийца там, то вот это может перейти, как бы, с его вещами. Если, допустим, ну, как вам сказать, не снять это, то есть, не разделить эту логику, то есть, это надо знать тогда, ну, кто прошлый владелец, и, соответственно, эту логику смерти, как погиб человек, просто не брать себе, потому что, ну, как бы, разобрать логику, почему он умер, то есть, потому что тогда она не будет цепляться к новому владельцу, эта логика, то есть, это уже будет им отработано тогда. Ну, а если все-таки, ну, мы же не знаем этого, действительно, мы пришли в какой-то комиссионный магазин, антикварный магазин, нам понравилась какая-то вещь, будто эта вещь, скажем, которую, одежда, а будто эта вещь просто предмет какой-то там действительно красоты, и мы это покупаем. Но мы хотим узнать о том, что, ну, все ли в порядке с этой вещью, насчет энергии. Мы могли бы обратиться к кому-то, ну, в данном случае к вам, допустим, в этом случае, и вы можете, то есть, проверить, как бы, да, есть ли там какой-то негатив? Ну, вообще, да, у меня были случаи, даже я сама покупала на вернисаже у нас, ну, я, как бы, ну, что-то медное такое увидела, вот, потянула у меня рука взять, вот, купить какое-то там украшение, как браслет. И я-то ехала на съезд ран, это наша организация целительская, и я взяла это с собой, и вот я взяла, и у меня было ощущение тяжести от этого предмета, что вот ощущение, как будто оно должно быть на руке женщины такой полной. Ну, вот я с кем консультировалась, мне тоже сказали, Лен, не носи это, вот оно у меня лежит, это кольцо, ну, браслет этот. То же самое с вещами, бывает, что подарили платье, да. У меня были случаи, когда человек приносил платье там, и я посмотрела, ну, зная, просматриваешь самого человека, я ему говорю или ей, да, там, давай вот ты лучше отнеси обратно, не стоит это платье брать, скажи, что тебя намало там. То есть бывают такие вещи, это бывает, когда делается подклад на вещи, допустим, кто-то кому-то сделал и подарил платье, и вот тут момент идёт, ни в коем случае нельзя на глазах этого человека, кто тебе подарил, мерить, потому что ты, по сути, уже оденешь проблему, да, которую заложили в это платье. Наверное, оттуда пошла традиция подвенечных платьев, да, платья невесты, то есть жених не должен видеть невесту в платье, или это другое? Нет, наверное, другое. Здесь, скорее всего, подходит логика, что если вы хотите, вот, выходите замуж или женитесь, то лучше купить всё с нуля, новое, потому что любые повторные вещи, то есть взятые, как это называется, не в кредит, а, ну, проданные ещё раз, допустим, да, платье со вторых рук, всё это несёт ту логику тех партнёров, кто раньше одевал эти костюмы и платья, и можно просто повторить в чём-то свою судьбу, судьбу вот того, что было на этом платье или костюме, поэтому здесь вот нужно всё-таки недаром же раньше вот на Руси там шили, да, платья свадебные, каждая девушка сама себе шила, потому что, ну, да, общество было патриархальное, но тут в любом случае сейчас тоже можно самим себе пошить, что-то заказать даже, но это будет новое или купить. Лучше новое в таких случаях, потому что это будет ваша логика, и уже никто туда не влезет, да, своим корявым взглядом из прошлого, так скажем. Понятно. Лен, у меня, наверное, остаётся один вопрос, я так, вы как-то сказали вот в течение этой программы о том, что вот мы, к примеру, хотим пойти и купить лотерейный билетик, все хотят, естественно, выиграть. И намерение, вот я тоже во многих программах говорю, всё зависит от того, куда вы потратите, нет проблем зарабатывать деньги, деньги это энергия, но вот куда вы это потратите, эти деньги, это уже, так сказать, серьёзный вопрос. Так вот, человек идёт, покупает лотерейный билетик, он не задумывается, он просто хочет выиграть, да. Я полагаю так, что было бы неплохо, чтобы человек туда, наши радиослушатели особенно, да, они, слушая наши программы, они понимали о том, что просто так это ничего не делается, и надо настроиться, настроиться, что вот я сейчас выиграю там какую-то определённую сумму денег, и 50% от этой суммы я отдам, ну, куда-нибудь на благотворительность, или там детям больным и так далее, да. Вот. Можно сказать, что хорошая идея, да, на благотворительность. Здесь, опять же, нужно обязательно визуализировать, то есть представить себе сумму, да, и методично покупать эти билеты, да, допустим, периодически обновляя визуализацию, то есть и степень необходимости этих денег, но при этом в сознании надо обязательно их разложить, то есть для чего они вам, то есть не просто вот сумма денег, я хочу там 10 миллионов, не знаю, и всё. То есть обязательно внутри ты должен знать, на что они пойдут. Но при этом, опять же, не ходить с этим желанием, да, денег, вот я хочу выиграть, одержимо, там, покупайте билеты, постоянно об этом думая. То есть это надо делать между основными делами, покупать билеты и просто методично, допустим, просматривать без режима ожидания. То есть если человек включает режим ожидания, ну когда же, когда там, то выигрыш может не прийти, соответственно. Ну и в любом случае, в любом случае, выиграв эти деньги, там, какие-то, да, нужно ровно воспринять этот выигрыш. Если, допустим, человек выиграл и сильно порадовался, то они у него уйдут в никуда просто. Здесь нужно просто ровно воспринять, должна быть радость внутренняя такая, что вот, да, действительно, вот получилось, сбылось, вот я хотела, и оно пришло. И в какой-то степени 10% от суммы, десятина, да, как говорят, отдать, либо на благотворительность, если вы сами дошли до идеи выигрыша, либо если вам помог, там, эзотерик, церковь, я не знаю, или еще какой-то специалист, да, или просто человек добрый попался по дороге, то десятину от этой суммы вы отдаете вот тому человеку, кто вам помог, допустим, в этом выигрыше, добрым словом, там, эзотерической помощью или религиозной, да, смотря кто как к чему привержен. То есть для чего это делается, чтобы у вас деньги, остальные впрок пошли, ну, как жертва определенная, это десятина, это жертва, допустим. Тогда уже остальные, к этой же сумме приложатся у вас остальные заработки, они могут увеличиться, и если вы грамотно разложите выигрыш, вложите его хорошо и правильно, то у вас, в принципе, благосостояние, соответственно, вырастет. Понятно. Ну, хорошо, это очень интересно. Лена, я благодарю вас, программа была действительно необычная, и программа была очень интересная, я полагаю так, что нашим радиослушателям, которые будут ее смотреть в записи, она понравится, а посмотреть ее можно, подписавшись на наши каналы тройное WSUNGATESRADIO.COM на YouTube. Естественно, все программы записываются, выкладываются в YouTube, и это тоже, поэтому вы можете с ней ознакомиться. Ну, а если вы хотите задать вопросы, пожалуйста, это SUNGATES108, и там нет вопросов, пожалуйста, задавайте их, если они, конечно, у вас есть, нет вопросов, чтобы просмотреть или прослушать. Лена, большое вам спасибо, всего доброго, до новых встреч, и мы встречаемся обычно с Еленой Порецкой, встречаемся по пятницам в 8.30 утра, время Чикаго, в 16.30 это время Москвы, готовьте ваши вопросы, задавайте их, и мы будем рады на них ответить. Всего доброго, вам хороших выходных, и до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok